Нанотехнологии Если вы, наверное, заметили, то слово нано, или приставка нано, она стала очень популярной в последние лет 5-10 С ней связываются большие гранты по финансированию и все такое Хотя на самом деле, очень многие вещи, которые сейчас выдаются за нанотехнологии, это на самом деле ультрамикротехнологии, которые известны еще с 70-х годов И необходимо проводить четкую грань между нанотехнологией и ультрамикротехнологией Нанотехнологии, как таковые, еще не имеют сейчас практических применений точно, теоретических каких-то лабораторных, но фактически их тоже еще нет И дальше будет понятно почему Однако, что сейчас зачастую, например, выдается за нанотехнологии, это, например, какой-нибудь цемент измельчат до размеров наночастиц И поскольку, ну, вроде бы формально, да, наноразмерное что-то получается, можно это обозвать нанотехнологией На самом деле нет, это не нанотехнология, это ультрамикротехнология То же самое, например, вычислительная техника современная Транзисторы имеют размеры в нанометрах, какие-то там уже десятки, сотни нанометров Но, тем не менее, то, как они работают, это фактически просто уменьшенный до максимальных размеров обыкновенный транзистор Который по принципу своего действия ничем не отличается от, скажем, сантиметрового транзистора Что же из себя представляет нанотехнология? Это то, что, во-первых, естественно, наноразмерное, но где используется практически каждый атом То есть, где размер и расположение каждого атома или какой-то группировки атомов, оно является критическим Вот на данном слайде вы видите как раз порошок наноцемента И фактически сопоставимым уже размером, так называемый, наноротор То есть, здесь все основано на том, что его вращение, оно не имеет практически никаких энергетических потерь За счет правильно рассчитанных атомов, их отталкивания и притяжения Что же может нам дать супрамолекулярная химия? Супрамолекулярную химию можно сравнить с авиацией, в то время как нанотехнологии это космическая отрасль Наверное, всем очевидно, что не имея развитой авиации, не имея каких-то материалов, технологий, подходов К позволяющих создать хорошие быстрые самолеты, невозможно запустить в свое время ракету в космос Потому что там используются очень схожие технологии Нынешняя супрамолекулярная химия как раз это освоение и заграждение тех самых технологий Которые со временем позволят нам перейти к нанотехнологиям Именно поэтому моя лекция называется «Супрамолекулярная химия. Единственная дверь в наномер» Что же из себя представляет супрамолекулярная химия? В обычной химии практически все взаимодействия между атомами сводятся к так называемым ковалентным связям К ковалентным взаимодействиям То есть это, как правило, очень прочные взаимодействия Энергия каждой химической связи измеряется в сотнях кило джоуль на моль В то время как еще существуют более слабые взаимодействия О которых я расскажу чуть позже И на самом деле нет никакой разницы использовать одно сильное взаимодействие или использовать много маленьких Вот на данном слайде вы видите рубашку, которая на пуговицах Но мы сейчас знаем, что очень часто пуговицы заменяются, например, молниями или липучками В чем отличие? Дело в том, что пуговицы это как бы одно прочное взаимодействие А молния или липучка это много маленьких взаимодействий И переход от нескольких прочных к сотне маленьких на самом деле очень перспективный Супрамолекулярные архитектуры, супрамолекулярные какие-то ансамбли молекулярные Они все построены на слабых взаимодействиях Но за счет их количества по энергии они могут, например, превосходить Или быть сопоставимыми с обычными эквивалентными соединениями За счет чего могут идти неквивалентные взаимодействия Ну, это, возможно, вам всем хорошо известная водородная связь Вот, например, здесь адемин и тимин Которые входят в состав ДНК Две половинки спирали ДНК связаны между собой сотнями тысяч водородных связей И поэтому они очень прочные Фактически, когда идет ДНК-полимератная реакция, удвоение ДНК То белок, как молния, разрывает Ему очень легко разорвать несколько водородных связей Он достраивает вторую половинку, да, и потом все дальше уходит Еще один возможный вариант взаимодействия это инкапсуляция Когда берется какая-то полость И к ней подбирается частичка молекулы Которая бы хорошо подходила по размеру Не больше, не меньше Очень удачно садящаяся в полость И за счет хорошего взаимодействия по всему объему Получается достаточно прочный удерживый Третий вариант Это, например, P-стекинг Мы знаем, что Вот, например, если вы знаете молекулу бензола В ней есть P-связи Она такая плоская И если сделать две плоские молекулы Содержащие много ароматических колец То за счет наведенного взаимодействия P-связей Может возникнуть достаточно прочное взаимодействие между плоскостями Фактически все взаимодействия в супромолекулярных ансамблях Это комбинация Водородной связи Инкапсуляции И иногда и пристейки Попадемости Вот вариант с полостями Очень удобно реализовывать на примере циклодекстеринов Существуют так называемые циклические олигомеры глюкозы Состоящие из 6, 7 или 8 остатков глюкозы То есть, на самом деле, достаточно простая молекула Открытая еще в начале 20 века Но, тем не менее, вы видите, что у них разный размер Соответственно, мы можем подбирать Какие у них войдут так называемые гости Сама вот эта полость называется хозяин А то, что в нее входит, называется гость И мы можем взять две спочки полимеров К одной привязать циклодекстериновые полости А к другой какие-то хозяева Которые будут входить Которые должны соответствовать точству по размеру Если он больше, он не войдет Если он меньше, он войдет Но не будет там прочно удерживаться Что можно из этого получить? Вот на данном слайде Синим обозначены полимеры Которые содержат в себе альфа-циклодекстерин Зеленым тренд-бутильные группы А желтым более компактные энд-бутильные группы И если мы их между собой взболтаем Мы видим, что желтый и синий полимер Они очень прочно, как на клею друг с другом Сцепляются, а зеленый остается не при делах И наоборот Если мы возьмем вместо альфа-циклодекстерином Бет-циклодекстерин покрупнее То в него уже войдет К нему будет хорошо подходить Более крупная зеленая тренд-бутильная группа В зеленом полимере А желтый полимер с маленьким хозяином Уже, соответственно, не будет взаимодействовать И если все четыре взболтаем друг с другом То они друг друга распознают Казалось бы, да? То есть Вот такое применение Все зависит от нашей фантазии Где мы сможем применить это на практике Дальше Развивая эти взаимодействия Можно создать такую штуку Как включаемые и выключаемые свойства То есть С помощью какого-то импульса Какого-то воздействия Мы можем менять параметр Ну, например, гостя В качестве примера Вот есть такой азобензол Здесь два атома азота И к ним с друг сторон Привязаны ароматические конца Они находятся здесь В так называемом транс-положении Но если мы посвятим на него ультрафиолетом Он перемкнется в цис-положение Как видите, вот эта группа Она более объемная получается Она уже не ввазит в альфа циклодекстрина Но зато хорошо ввазит в бета циклодекстрина А, соответственно, в транс-положении Она хорошо ввазит в альфа циклодекстрина Но не ввазит в бета То есть Воздействуя светом Мы можем выбирать Куда она будет помещаться К чему это все приводит Или вот еще один пример Привращение Это так называемый ферроцент У него есть окисленная и восстановленная форма И, соответственно, окисленная форма Она более крупная Она не помещается В полость А восстановленная форма Помещается Таким образом Окисляя и восстанавливая Например, если есть доступ к кислороду Тогда не будет влезать Если нет в среде кислорода То не будет влезать К чему это приводит Вот мы берем Более вытянутую Более компактную Трансформу Светим на нее ультрафиолетом И она вылезает Из-за циклодекстрина Она больше не может В него поместиться У нас полимер Становится больше в объеме И вот как раз Этот самый полимер Вы видите Мы на него светим И он выгибается Оттуда Откуда на него светили свет То есть Фактически Мы создали таким образом Датчик Который Отгибается От источника света Полная противоположность Растений Да, мы знаем Растения тянутся к свету А он наоборот Отгибается от света А если мы посветим на него Цвет в детьмой области То произойдет обратное Переключение И Обратно у нас Пример станет Прямым По форме То же самое С ферроценом Если мы его окислим Он станет Длиннее По длине И вот здесь Подвешиваем к нему Грузик То есть Грузик Немножко проседает Если мы его Восстанавливаем Помещаем Восстанавливающую следу Он у нас Поднимается Таким образом Мы можем создавать Датчики Которые Будут иметь На что-то показывать Или иметь Разные свойства В зависимости От Цвета Например Или от состава Цветы Которые Находятся Еще Хороший Пример Выключаемого Материала Так называемого Вот С помощью Водородных Связей Мы можем Создать Самособирающийся Вокно Мы можем Хорошо Рассчитать И Фактически Построить Такой Полимер Что за счет Водородных Связей Они будут Сначала Собираться Вот В такие Шестиугольнички Вот это У нас Выступает В роли Хозяина А вот это В роли Гостя И вот Они собираются В такие Шестиугольнички Дальше С помощью Пистекинга Эти Шестиугольнички Плоткие Собираются В такое Волокно И С помощью Различных Технологий Мы можем Вытянуть Такой Волокнистый Пример Получить Но Что Что можно Сделать Если Мы посветим Ультрафиолетом Он у нас Переключится И уже Не может Быть Хозяином Что Произойдет С этим Волокном Оно Просто Полностью Развалится То есть Мы можем Создать Достаточно Прочный Полимерный Какой-то Материал Потом Просто Вытащить Фонарик Посветить На него Нужен Свет На волны Он у нас Развалится Сразу В кучку Вот Где можно Это применить Можете Догадаться Сами То есть Это все На самом деле То что я Рассказываю Это Варианты Технологий Которые Возникли В последние Только 2-3 года Сейчас Это очень Бурно Развивающиеся Отрасы За Супрамолекулярную Химию Была Вручена Нобелевская Премия Конечно Еще давно В 94-м Годом И тогда Она была В таком Больше Зачаточном Состоянии И в 94-м Году Ее дали Как бы Больше Авансом Сразу Нескольким Исследователям А реальные Исследования Начались В 2000-е Годы И К Началу 2010-х Годов Стали Появляться Только Фактически Материалы Которые Можно В руках Подержать Еще Один Интересный Материал Это Так называемые Заживляющиеся Материалы Они У нас Могут Заживляться Легко За счет Чего Берется Достаточно Такая Длинная Ниточка И на ее Концы Вешаются Соответствующие Группы Которые Например Координируются С Атомом Цинка С И за счет Этого Ниточка Замыкается Полимера И ниточки Друг за друга Запутываются То есть У нас Получается Прочное Волокно Но Если Оно Разрывается Например Ножом Или еще Чем-то Его Уже Будет Тяжело Восстановить Однако Что Можно Сделать Так Чтобы С помощью Выключаемого Свойства Например Тем же Светом Атом Цинка Отсоединялся Сначала От Концов Затем Мы Это Просто Поддержим При какой-то Температуре И За счет Теплового Движения Эти Ниточки Полимера Они Снова Запутываются Потом Мы Светим Цветом С другой Лены Волны И у нас Они Снова Эти Концы Ниточек Смыкаются То То есть Фактически С помощью Света Можно Проводить Заживление Физических Каких-то Подверждений Этого Полимера И На самом деле Это Очень здорово Очень Перспективно Сейчас Это Активно Патентуется Также Возможны Случаи Химического Заживления Вот У нас Есть Так Называем Тоже Супрамолекулярные Ансамбли Они Держатся За счет Водородных Связей В основном И Это Вещество Когда Все Его частички Параллельны Оно Желтого Цвета А Когда Если Мы Эти частички Разупорядочим С помощью Теплового Движения То есть Нагреем До какой-то Температуры Они Потом Дальше Не будут Обратно Самособираться А останутся Неупорядочены Они Прозрачные И Если Мы Это Вещество Нанесем На Синюю Подложку То Соответственно В обычном Состоянии Оно Будет Зеленое А Здесь Вот Мы Провели Горячим Стиусом И Оно Стало Прозрачное То есть Можно Например На Такой Доске Писать А Затем Достаточно Обработать Хлороформу И Оно Восстанавливает Своё Исходное Состояние То есть Такая Доска На Которую Можно Писать Горячим Стиусом И Затем Восстанавливать Хлороформу Еще Интересный Пример Контролируемых Взаимодействий Это Так Называем Управляемое Восвобождение Гостя Причем В последние Годы Это реально Уже Используется Для увеличения Срока Хранения Овощей И фруктов Мы Берем Хорошо Нам Известный Циклодикстрин И Помещаем В него Антибактериальный Антилекронный Компонент Который Лучше Не Восвобождать Просто Так Который Очень Сильно Действующий Его Нужно Восвобождать Только В нужные Моменты И Было Обнаружено Что Он Хорошо Замещается Активность воды Достигнет Нужной Он Восвобождается Это Как раз Очень удобно В случае Овощей И фруктов Пока Они свежие Они сухие Как только Они начинают Чуть-чуть Порчиться Ну Вы Наверное Видели Да У них Образуется Ну Из них Начинает Течь Сок То есть Резко Повышается Активность Воды В системе Восвобождается Небольшая Порция Антибикробного Компонента Порчение Фрукта Приостанавливается Влажность Падает Таким образом Мы получаем Очень умное Дозированное Выделение Ровно в том Количестве В котором Нужно Чтобы Наш фрукт Не портился И все это Реально Может В несколько раз Увеличивать Срок хранения Фруктов В коробке Если мы Вместим туда Такой вот Умный порошок Где еще Можно использовать Регулируемое Выделение Компонента Это Футболки Например Или Кроссовки То же самое В стельке Например Помещаем Этот порошок Или Привязываем Эти циклодекстрины Вообще К хлопку То же самое Когда человек Потеет Повышается Влажность Выделяется Например Какое-нибудь Триклозан Или еще Нужное Вечество Которое Подавляет Потовыделение А когда Пота нет Это вещество Не выделяется То есть В лишний раз Не расходуется И вот Например Вот можно Вы знаете Есть такая Фирма Которая пускает Кроссовки Эйзикс Она называется Они запатентовали Стельки И реально Продают кроссовки С такими стельками Которые Как раз Борются с потом Только тогда Когда Они есть Еще вариант Это Многий тип Антибиотиков Мы можем Взять Скодикстрин И Либо Внедрить его В каналы клеток Вы знаете Что Клеточная мембрана Которая защищает Ее от внешней среды Она имеет Какие-то каналы Чтобы все-таки Ну Могла иметь Сообщение Чтобы какие-то Нужные вещества В нее могли Заходить Не нужные Выходить Но Эти каналы Они строго Контролируются Соответствующими Белками Однако В эти белки Можно ввести Либо Одиночные Циклодекстрины Либо Так называемые Нанотрубки Из многих Циклодекстринов И тогда Они уже будут Пропускать Все подряд И Были разработаны Специальные Ферменты Которые Вставляют Эти циклодекстрины Или трубки Из циклодекстринов В клеточную Мембрану Таким образом Что это означает Для клетки Что появляется Неконтролируемый канал Который Этой клетке Не нужен Мы знаем Что у клетки Есть солевой баланс И если этот солевой баланс Нарушить А как правило Во внешней среде Солевой баланс Другой По клетке Умирает Еще с 70-х годов Было известно Свойство Производного Бета-циклодекстрина Связывать Холестерин И это использовалось Для производства молока Без холестерина Что происходит Мы засыпаем Циклодекстрина Молоко Он образует Нерастворимый комплекс С холестерин Выпадает в осадок Мы его отфутровываем Продаем Полезное молоко Однако Недавно было обнаружено Что Для ряда Генетических заболеваний Они Как раз Их следствием Является то Что в спинном И головном мозге Человека Нарушается баланс Холестерина Правила Производится Избыточный холестерин И если Ввести Человеку В спинной мозг Сквозь С соответствующей Производной То самое Которое использовалось Для молока То Избыток лишнего Холестерина Можно выводить И Человек Станет намного Легче Впервые Эксперименты Медицинские На людях Были разрешены В конце 2011 Года По внедрению Производного Холестерина В спинной мозг А уже В 2013 Году Мы Имеем Больше 60 Патентов Устройств Которые Вводят Этот Циклодекстерин В спинной мозг То есть Насколько Быстро Работает Медицинская Патентная Промышленность Ну вот Наверное Все